МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С чем связана неожиданная отставка Магомеда Даудова с поста председателя парламента Чеченской республики? Есть ли у Китая реальные рычаги давления на Россию и собирается ли официальный Пекин их использовать? Также сегодня. Байден, который сейчас отстает от Трампа, он должен быть заинтересован в таких вещах, которые дают возможности нагнать и обойти соперника. Почему Дональд Трамп и Джо Байден согласились на дебаты в рамках президентской предвыборной кампании? Самой громкой и неожиданной новостью вечера среды стало покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фитца. Он получил несколько огнестрельных ранений в городе Гандлово в центре Словакии. Обвинение предъявлено 71-летнему пенсионеру, которого, как выяснили СМИ, зовут Юрай Цинтула. Цинтула писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», при этом в самой партии связь с ним категорически отрицают. Издание «Висквейр» нашло несколько постов авторства Цинтулы в Фейсбуке пророссийской группировки «Словенские бранцы». Эта организация сотрудничала со словацким отделением байкерского клуба «Ночные волки», связанного с российскими властями. Цинтула пять раз стрелял в Фитца, когда тот общался с местными жителями, и попал три раза. В Фитца была сделана срочная операция. Покушение мы обсуждаем с обозревателем Радио Свобода, историком, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Будем надеяться, что со здоровьем Роберта Фитца в конце концов все будет в порядке. И все-таки, Ярослав, есть ли какие-то политические мотивы? Видите ли вы их вот в этом покушении? Относительно здоровья сразу скажу, что пока еще ничего не ясно. По последним данным состояние его стабильное, но весьма тяжелое. А что касается политических мотивов, они, безусловно, есть. Но это, насколько можно судить по первым данным о том, кто, что собой представлял покушавшийся, я бы позволил себе такой вывод, что это скорее человек, порожденный атмосферой самой общественно-политического конфликта в нынешней Словакии, которая очень острая, очень конфронтационная, уже не один месяц, и, можно даже сказать, не один год. И в этой атмосфере люди, у которых, ну, возможно, какая-то наблюдается лоббильность психическая, может быть, душевная. Я не психиатр, конечно, но понятно, что у определенного типа людей такая обстановка может вызывать самые неадекватные реакции. И в данном случае речь идет именно о такой реакции. То есть человек заявлял о себе как о противнике политики Роберта Фитца. И таких людей пол-Словакии. Это не преувеличение, а почти что статистические данные, потому что общество разделено между сторонниками правящей коалиции во главе с Робертом Фитца и оппозиционных сил. Фактически 50-50. 50 на 50. Но в то же время методы выражения этого своего политического недовольства он, естественно, избрал абсолютно неприемлемое. То есть, да, это политика, но это пока ничто не позволяет говорить о том, что это какой-то, я не знаю, заговор, за которым стоят некие силы и так далее. Все были шокированы. И оппозиционные политики, и сторонники Фитца. Никто такого, конечно, и представить себе не мог. Ну и немножко поговорим о реакции на это покушение. Мгновенно появился пост Маргариты Симоньян, но его содержание сразу стало понятно. Она попыталась связать это покушение с нежеланием Фитца оказывать военную, подчеркну это, военную помощь Украине. Но все-таки была реакция и на более высоком уровне. Виктор Орбан, премьер Венгрии, и президент Сербии Вучич немедленно заявили, что в ближайшее время посетят Фитца в больнице. Орбан опубликовал свою телеграмму Владимир Путин, в которой начинается со слов с негодованием. Узнал об этом покушении. Какие-то политические последствия, как вы считаете, будет иметь, если говорить о ситуации в Европе, ну и влиянии на ситуацию с оказанием помощи Украине, вот это покушение? Ну, относительно влияния на оказание помощи Украине не думаю, потому что, что бы ни произошло с Робертом Фитца, как бы, если он выздоровеет, то непонятно, как долго им будет его выздоровление, когда он сможет полноценно опять возобновить исполнение своих обязанностей. В любом случае, правительство остается прежним по политическому составу, и его курс тоже остается прежним. Он такой националистический, относительно евроскептический, а по отношению к Украине это правительство выступает, как вы уже заметили, за прекращение оказания военной помощи, но не идет напрямую конфликт с Евросоюзом и НАТО относительно общего негативного отношения к агрессии России в Украине. Поэтому я бы скорее там видел внутриполитические последствия в Словакии, возможно, определенное закручивание гаек и использование правящей коалицией национал-популистской этого несчастья, этого покушения для наступления политического на оппозицию и для еще большего ограничения, так сказать, свободы средств массовой информации тех, которые правящей коалиции не по душе. То есть я бы видел скорее внутренние последствия, чем какое-то европейское политическое землетрясение, которое из этого произрастет. Иное дело, что европейские политики, ну, глядя на случившееся, возможно, станут сами осмыслять, насколько более, так сказать, четко, насколько рискованна их профессия по-прежнему, и что, в общем, может быть, это будет иметь и свой определенный позитивный эффект в том, что, как ни странно, в том, что, может быть, менее конфронтационный стиль будут избирать некоторые политики, потому что, я еще раз повторю, покушение — это следствие крайне нездоровой политической атмосферы Словакии. Моим собеседником был специалист по странам Центральной и Восточной Европы, обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов. Находящийся с государственным визитом в Пекине Владимир Путин провел сегодня переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Программа визита предусматривает их отдельную встречу тет-а-тет в правительственной резиденции Джуннанхай. Путин привез с собой большую делегацию, состоящую из представителей правительства, руководства Центробанка России, государственных чиновников, влиятельных бизнесменов и так далее. Деталей переговоров пока мало, но война России против Украины — одна из главных тем обсуждения. Считается, что Китай может повлиять на Владимира Путина с тем, чтобы заставить его прекратить эту войну, но при этом делать этого не хочет. Но имеет ли сейчас Китай в действительности реальные рычаги влияния на Путина? А если имеет, то собирается ли он их использовать? Вот что думает по этому поводу главный консультант Киевского Центра политических исследований доктор политологии Алина Гриценко. Теоретически рычаги давления есть. Все-таки уровень торговли довольно обнушительный. Но тут возникает вопрос, действительно ли Китай в этом заинтересован. Потому что чисто теоретически Китай, например, мог бы ограничить экспорт продукции двойного назначения. Но в Путине могут задать Европе вопрос. А давайте тогда у нас закупают дроны, например, и Украина в том числе. И запчасти для этих дронов, чтобы собирать уже на территории Украины, закупают Украина. Си Цзиньпин четко дал понять, что Пекин не начинал конфликт, не является стороной конфликта, старается дистанцироваться, держать равноудаленное такое расстояние от Украины и России. И Пекин может задать вопрос, давайте тогда мы и Украине перестанем поставлять эти запчасти. Если не России, тогда и никому. Плюс Пекин заинтересован в том, чтобы прежде чем применять какой-то кнут к России, нужно получить несколько пряников. То есть давайте, может быть, европейцы разморозят инвестиционное соглашение, которое было заворожено в 2021 году. Давайте, может быть, вы нам позволите наводнить рынок электромобилями. Давайте, может быть, вы будете более сговорчивы при обсуждении условий выхода на китайский рынок. Может быть, вы снимете санкции с ряда компаний и так далее. То есть Пекин тут в том числе и старается извлечь некоторую выгоду для себя, но Европа, судя по всему, пока сдержанно относится к такого рода шагам. Китай очень активно продвигает свою репутацию и авторитет в качестве державы-миротворца. После успеха дипломатического на Ближнем Востоке, когда ему удалось способствовать нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном, ну, как бы тут нюанс состоял в том, что это было два государства, которые сами хотели идти друг другу навстречу и были заинтересованы в урегулировании отношений. Пекин очень активно пытается позиционировать себя именно в таком ключе, что Китай — это ответственная мировая держава. Вот, посмотрите, мы вот Россию пытаемся сдерживать в контексте ядерного оружия и придерживаться правил режима нераспространения. Мы себя ведем ответственно. Конечно же, мы, держава, которая имеет мирные цели, не агрессивную политику, мы заинтересованы в том, чтобы конфликты прекращались. Вот у нас даже есть целый спецпредставитель китайского правительства, который уже дважды был в турне по Украине. Схожую риторику они продвигают и в контексте Ближнего Востока, в том числе и там у них тоже есть свой спецпредставитель. Поэтому для Китая это вопрос имиджевый. И когда ведутся дискуссии о том, будет ли все-таки китайский представитель на глобальном саммите мира в Швейцарии, тут Китай должен быть заинтересован в том, чтобы все-таки отправить своего представителя. Если это произойдет, то это будет однозначно низкий уровень представительства, то есть не на уровне министра иностранных дел, тем более не на уровне председателя. Скорее всего, там будет именно Ли Хуэй, как спецпредставитель китайского правительства, тем более, что украинский посол господин Рябикин в прошлом месяце, если я не ошибаюсь, уже встречался с Ли Хуэем, или вели они переговоры, скорее всего, на эту тему. Тут должна быть заинтересованность именно со стороны Китая. Но что любопытно, в интервью, которое Путин дал Синьхуа, там была такая фраза о том, что Россия очень ценит усилия Китая по мирному урегулированию. И тут возникает такое впечатление, что и Россия заинтересована в том, чтобы на этом саммите все-таки были китайские представители. Мнение главного консультанта Киевского центра политических исследований доктора политологии Алины Гриценко. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Европейская комиссия призывает власти Грузии не утверждать принятый уже в третьем окончательном чтении закона прозрачности иностранного влияния, который считается грузинским аналогом российского репрессивного закона о так называемых иноагентах. Представители европейских структур уже неоднократно заявляли, что вступление этого закона в силу может поставить крест на перспективах вступления Грузии в Европейский Союз, несмотря на то, что Грузия сейчас уже имеет статус кандидата в члены ЕС. Выступающая резко против закона о прозрачности иностранного влияния президент Грузии Саламез Рубешвили подтвердила, что наложит вето на этот закон, хотя понимает, что это вето легко будет преодолено голосованием в парламенте, где поддержавшая закон партия «Грузинская мечта» имеет большинство. В то же время Саламез Рубешвили призывает ЕС не принимать радикальных мер в отношении Грузии до парламентских выборов в стране в октябре этого года. Вот что Саламез Рубешвили заявила в интервью корреспонденту «Голоса Америки» Михаилу Комадовскому. Госпожа Президент, может ли партия «Грузинская мечта» преодолеть ваше вето? Они могут преодолеть вето. Они отменят вето, так как они отменяют все наши шаги, которые касаются того, что может противоречить европейскому законодательству. Но, опять же, изменения не произойдут законодательным путем. Они произойдут на выборах, если только грузинское население действительно подтвердит свои европейские предпочтения на следующих выборах 26 октября в рамках новой формы коалиции или большинства, каким бы оно ни было, которое определенно и ясно будет прозападным и которое изменит законы, которые сейчас становятся препятствием для нашего европейского пути и начала переговоров о присоединении к Евросоюзу. Президент Зоробишвили, вы упомянули реакцию ваших партнеров. Накануне пресс-секретарь Белого дома выразила глубокую озабоченность этим законопроектом, заявив, что его принятие повлечет переоценку отношений США с Грузией. Как вы на это реагируете? Моя реакция такая же. Вчера мы принимали помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена. Он специально приехал в Грузию, чтобы увидеть, что происходит и рассказать нам, какова позиция Соединенных Штатов на сегодняшний день. У нас также были многочисленные визиты наших европейских партнеров, министров различных скандинавских стран, и мы работаем над целым рядом других визитов. Так что очевидно, что позиция наших партнеров хорошо известна, и она заключается в том, что этот закон не соответствует европейским ценностям. Это то, что говорится властям. Сейчас моя позиция такова, что любая реакция наших партнеров, будь то американцы или европейцы на этот закон, или другие меры с их стороны, например, отступление от нашего статуса страны-кандидата в ЕС, или введение каких-либо санкций в отношении выдачи виз в целом по отношению к населению, это то, с чем нужно повременить, до тех пор, пока не наступит демократический момент, а именно наши выборы. Выборы определят, чего хочет население. И, на мой взгляд, народ подтвердит наш европейский путь. Это была президент Грузии Саламе Зурбишвили. Вопросы ей задавал корреспондент «Голоса Америки» Михаил Комодовский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 20-летний Адам, недавно удостоенный множества наград за публичное избиение арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля, выступил перед личным составом Российского университета спецназа, куратором которого он назначен. Перед Кадыровым-младшим стояли военнослужащие, прошедшие серьезную военную подготовку, часто имеющие боевой опыт. Выступление мямлившего куратора вряд ли на них произвело большое впечатление. Вот как это звучало. Звук, конечно, неважный, но, я думаю, представление вы получите. Российский университет Кирганда Владимира Кутина имеет огромное значение для страны. Здесь походят подготовку лучших бойцов для всех регионов страны, после чего отстаивают наши национальные интересы, в зоне ОКО. Руси работают лучшие в стране в мире, которые запрещали на различных интернатах. Все задачи, поставленные Рамзану Малмаду, которые будут выполнены на все по процессу. Это был Адам Кадыров. Кадырова-младшего в качестве куратора спецназа представлял председатель парламента Чечни Магомед Даудов. И это было во вторник. А в среду стало известно, что Даудов, считавшийся одним из ближайших соратников Рамзана Кадырова, вдруг подал в отставку со своего поста, который, к слову, занимал почти 10 лет. Произошло это на фоне постоянно возникающих разговоров о том, что у Рамзана Кадырова большие проблемы со здоровьем, и что Кремль срочно ищет ему замену. Отставку Магомеда Даудова я обсуждаю с обозревателем Северокавказской службы радио «Свобода» мэрбеком Вычигаевым. 9 лет на посту председателя парламента Чечни. Неожиданная, по крайней мере, на взгляд, стороннего наблюдателя отставка. Все это на фоне слухов о плохом состоянии здоровья Рамзана Кадырова. На ваш взгляд, что было главной причиной этой отставки? Я все-таки думаю, что это никак не будет связано со здоровьем самого Рамзана Кадырова. Здесь больше, наверное, пока еще непонятно, но спикер парламента явно в чем-то провинился, иначе такого быстрого отстранения, такого неожиданного для всех, в общем-то, малоожидаемой отставки, в общем-то, не предвиделось. В данной ситуации, я думаю, что Кадыров принял решение накануне единолично, и этим было связано то, что сам спикер, в общем-то, утром вел себя так, как будто бы ничего не произошло, и только к обеду он объявил о том, что вот принято решение, я ухожу в отставку. То есть, мне кажется, что здесь вечером накануне, в ходе какой-то беседы, они, в общем-то, поняли, что Даудов дальше, в общем-то, должен уйти с этой должности, и здесь, видимо, кроется именно претензии самого Рамзана Кадырова персонально к Магомеду Даудову. Ну, хотя бы какие-то предположения, в чем эти претензии могут заключаться? Дело в том, что его ответственность была довольно-таки широкая, то есть, на него возлагались определенные действия, которые он должен был сделать, именно притворяя в жизнь то, что Кадыров говорил на каких-то собраниях, заседаниях, например, он был ответственен в период ковида за все мероприятия, которые проводились в республике. Сейчас он уже два года занимался тем, что каждый через неделю, или же редко иногда даже каждую неделю провожал бойцов, которые заканчивали спецкурсы, скажем так, на российском университете спецназа в Гудельмесе. Он их провожал в аэропорту, то есть, проставился тем, что больше все говорили о том, что это профессиональный провожальщик, то есть, за ним закрепилось даже такое название. То есть, он был занят именно в этой области. Видимо, именно здесь где-то что-то Кадыров решил, что им сделано не так, как он хотел бы, или сделано мало. В этой ситуации было принято решение, что нужно сменить его, и кто-то другой будет заниматься именно тем, чем занимался до сих пор все эти два года, пока идет война в Украине. Не рискует ли Рамзан Кадыров, опять же, со стороны стороннего наблюдателя, политическая элита в Чечне кажется очень консолидированной, основанной на взаимодействии какого-то мощного клана, и такое увольнение может нести раскол? Нет, абсолютно нет. Он меньше всего этого опасается, потому что все сконцентрировано исключительно на самой фигуре Рамзана Кадырова. Соответственно, от того, что он кого-то уволил, это никак не будет сказываться в том смысле, что будет какое-то появление какой-то оппозиционной силы. Это вообще невозможно той ситуации, которая сегодня есть в Чеченской Республике. То есть Кадыров сконцентрировал вокруг себя все, что можно было, в том числе политической, экономической, в религиозной даже сфере. То есть на этой фоне его решение отправить кого-то в отставку сегодня в Республике не будет восприниматься как появление какой-то оппозиционной силы. Наоборот, я думаю, что Даудов будет в ближайшее время пытаться доказать, что от него еще можно получить пользы, и он будет добиваться, чтобы его вернули обратно власть. Ну и последний вопрос, он прозвучит почти формально, но я его задам просто потому, что это звучало в прессе, в комментариях по поводу отставки Даудова. Вы совершенно исключаете, что это попытка спрыгнуть из уходящего поезда или идущего под откос поезда, опять же, на фоне слухов о том, что в Кремле якобы планируется заменить Рамзана Кадырова на кого-то другого. Я думаю, что в Москве давно, наверное, спланировали запасной вариант тоже, и в этой ситуации вряд ли, если кто-то решит спрыгнуть с поезда, он может избежать тех действий, которые могут предпринимать в отношении лиц, которые были замешаны в нарушении прав человека в этой республике. Я думаю, что нет. В данной ситуации мы видим, как единолично человек принимает решения и отправляет в отставку человека, который, в общем-то, был избран как депутат, потом его выбрали председателем и так далее. То есть он принимает те решения, кадровые решения, которые считают, что он вправе так это делать. И он имеет вправе это сделать по одной простой причине, что он завязан исключительно на одной персоне в России, конкретно на президенте Путина. Отставку Магомеда Даудова с поста председателя парламента Чеченской Республики мы обсуждали с обозревателем Северо-Кавказской службы радио «Свобода» мэр Беком Вачигаевым. Время свободы. В среду президент США Джо Байден и его соперник на предстоящих президентских выборах, республиканец Дональд Трамп, договорились встретиться лицом к лицу в телевизионных дебатах 27 июня и 10 сентября. В июне дебаты будет транслировать телеканал CNN в сентябре ABC. Решение Байдена и Трампа провести дебаты перед выборами я попросил прокомментировать ведущего, посвященного предстоящим выборам канала «Кокус и Праймери» в социальной сети «Экс» обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова. Валентин, согласие Дональда Трампа и Джо Байдена провести предвыборные дебаты. Насколько это неожиданный поворот для президентской предвыборной кампании в США? Это совсем неожиданная вещь. И надо сказать, что она не только неожиданная, она как бы против всех традиций. И Байден поломал одну из важных традиций выборов — проведение дебатов осенью в последние два месяца предвыборной кампании. Дебаты эти проводили специальной комиссией, которая не связана с партийными организациями, с партиями. Это неожиданно еще и в том смысле, что теоретически Байден, который сейчас отстает от Трампа, он должен быть заинтересован в таких вещах, которые дают возможности нагнать и обойти соперника. Таких отдельных событий не так уж много в предвыборной кампании. Это предвыборные съезды партии, которые обычно дают толчок популярности кандидатам. И вот на заключительном этапе это вот эти три дебата между кандидатами в президенты. Тоже не надо преувеличивать их значение, но тоже они увеличивают шансы кандидатов совершить некоторый рывок. И Байден, по идее, должен был бы быть заинтересован в дебатах, тем более, что четыре года назад были всего два дебата из трех, потому что одни были отменены из-за того, что Трамп заразился коронавирусом. Но тогда Байден выиграл по опросам людей, которые смотрели, они сочли, что он лучше выступил. Сейчас Байден неожиданно высказывается за то, чтобы отменить все осенние дебаты и провести два дебата. Один в июне аж, другой в сентябре. Компания Байдена говорит, что это вызвано тем, что провести дебаты до начала досрочного голосования в различных штатах и чтобы люди делали информированный выбор. Но на это критики этого решения возражают, что это не очень похоже на правду, потому что люди, которые голосуют досрочно, они, как правило, они уже знают, за кого они проголосуют. Их не очень волнует, что нам будет происходить дальше по ходу гонки. Они просто уже тверды в своем решении. То есть на них дебаты как раз оказать влияние не могут. Дебаты скорее могут оказать влияние на тех, кто еще не до конца принял решение. Соответственно, этот аргумент не очень выглядит убедительным, зато кажется, по крайней мере, вот, например, электоральный статистик и критик демократов сейчас Нейт Силвер написал большую статью о том, что это может выглядеть как попытка Байдена избежать как раз вот этих трех осенних дебатов, потому что он опасается, что он не будет в состоянии хорошо на них выступить, победить Трампа, и это будет скорее проблемой для него, чем возможностью совершить рывок. И он считает, что вот таким образом Байден попытался... Это нехорошо выглядит, если кандидат просто говорит, не буду участвовать в дебатах. Избиратели могут решить, что... Избиратели и так подозревают Байдена, что он опасается, что Байден не в состоянии выполнять свои обязанности президента, потому что из-за его возраста. А если он будет избегать еще и публичного общения с соперником, эти подозрения только укрепятся. Поэтому Байден не может просто позволить себе сказать, не пойду на дебаты. Но Силвер и многие другие люди подозревают, что Байден таким образом пытается избавиться от тех дебатов, провести дебаты пораньше, поменьше, и чтобы они, даже если он плохо на них выступит, то он как-то это просто забудется. А заинтересован ли в этих дебатах Дональд Трамп, и если нет, была ли у него возможность увернуться от этих дебатов, отказаться от участия в них? Трамп согласился с предложением Байдена, хотя он сказал, что предлагает больше дебатов, еще помимо тех двух, которые предложил Байден, еще какие-то провести. Надо сказать, что Трамп, во-первых, проиграл дебаты четыре года назад, так что у него есть основания опасаться дебатов. Вообще он никогда особенно хорошо в дебатах с демократическими соперниками не выступал. Он игнорировал дебаты на праймере с республиканцев в этом году, и поэтому к нему тоже есть вопросы, насколько он заинтересован в дебатах. Но он, возможно, тоже у него есть какая-то внутренняя калькуляция, но прямо сейчас это очень трудно уже сказать. Можно только констатировать, что оба кандидата выглядят так, что они не очень уверены в своих силах, и поэтому, вероятно, они вот так вот нарушают традиционные нормы избирательной кампании. Но, правда, люди, сторонники Байдена говорят, что нет. Последние месяца, два месяца он активно выступает, он активно общается с прессой, и он поэтому немного догнал Трампа. Но тут можно только увидеть, что будет 27 июня, когда пройдут первые дебаты на СНН. И если Байден сможет дать бой, это будет один вариант развития событий. Если он почему-то провалится, ну, тогда я боюсь, что демократов будут серьезные проблемы за четыре месяца до выборов. Я беседовал с обозревателем Радио Свобода, ведущим канала Кокус и Праймери в социальной сети Экс, Валентином Парышниковым. Ну и напоследок культурная новость. Дирекция главного концертного зала в Амстердаме, концерт Гебао, отменила концерты Иерусалимского струнного квартета, которые должны были состояться сегодня и в субботу. Официально объявленная причина невозможность обеспечить безопасность слушателей и персонала концертного зала из-за проводимых в Амстердаме антиизраильских акций. Петиция, выражающая возмущение по поводу такого решения и требующая провести запланированные концерты Иерусалимского квартета, собрала к моменту записи этого выпуска Времени Свободы почти 15 тысяч подписей. Одновременно около сотни музыкантов из Амстердама подписали открытое письмо к дирекции концерт Гебао, в котором отмену концертов Иерусалимского квартета они назвали, цитата, «моральной трусостью в чистом виде». Вы слушали информационный дайджест «Время Свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время Свобода» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...